Приветствую вас. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что вы по факту представляете из себя сейчас, на данный момент, жертву, ну, субъекта жертвенного поведения. И ребенок реагирует именно по этой причине. Не из-за того, что вы его не развлекаете, не из-за того, что вы, к примеру, чего-то не делаете. А именно потому, что вы чувствуете себя жертвой. Чувствуете себя жертвой. Точнее, знаете, какая история. И, соответственно, вам необходимо, в первую очередь, выходить из этого состояния. Выходить из состояния жертвы. Брать на себя ответственность за то, что, к примеру, вы делаете. За то, что, к примеру, вам хочется. За то, что, к примеру, для вас ценно. И самостоятельно выстраивать свою жизнь. Только тогда, тогда и только тогда, тогда будет какой-то результат. А пока, что, на данный момент, результата нет и быть не может. По той простой причине, что вы сами своей жизнью не владеете. Вы сами стыдитесь того, что делаете. Или не отвечаете за, к примеру, то, что в вашей жизни, ну, допустим, происходит. Происходит в вашей жизни то, что вы, совершенно очевидно, не владеете ситуацией. Вы говорите о скандалах, вот, каких-то. Вы говорите о том, что она и так уже нервная. Я имею в виду свою дочь из-за наших скандалов, правда, из-за чьих скандалов, а-а-а, непонятно. Но я так полагаю, что из-за скандалов ваших с мужем. Так вот, после вас будет четкая позиция. Пусть девочка перестанет чувствовать, что вы стыдитесь всего и вся. И тогда, я думаю, ситуация будет гораздо лучше, чем сейчас. Потому что сейчас вы видите перед собой отображение того, что чувствуете вы. Девочки, это ваше отражение. Дев дочь, это то, как вы чувствуете мир, это то, как вы чувствуете реальность. Сейчас. Надо, надо, надо. Надо. Какая история. Вот. Поэтому, мне кажется, что в первую очередь нужно заняться именно собой. В первую очередь. В первую очередь нужно, чтобы вы сами встали на ноги и выработали отношение к тем скандалам, которые у вас были. Допустим, с тем же мужем, к примеру. То есть, если так вышло, да, что вы, ну, там, скандалили, если так вышло, что вы что-то не поделили со своим мужем, то вам нужно выработать к этому отношение. Чтобы ваша дочь не видела, не чувствовала и не думала, что это, к примеру, был именно вот скандал. Чтобы она, ну, вы, 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 выработала к этому отношению. Хорошее, адекватное отношение. Как, к тому, что произошло. Для этого вам нужно выработать хорошее, адекватное отношение к этому. Знаете, как, какая история. Если этого не сделать, то и дочь никогда не будет, не будет чувствовать себя в гармонии. А откуда я почувствую себя в гармонии, как я почувствую себя в гармонии, если вы себя в гармонии не ощущаете. Вот. И дело здесь совсем не в том, что вы ей, к примеру, что-то покупаете, что вы для нее, к примеру, что-то делаете. Сделайте, сделайте, если вы понимаете, совершенно не в этом. Сделайте в том, как вы себя ведете. Вот от того, как вы себя ведете, зависит ни много, ни мало будущее вашего ребенка. Вот. Вот это все. Вот это все. Если вы будете с ней разговаривать, если вы будете ей объяснять, если вы будете до нее до насыщих, к примеру. Что вот. То, что происходит, да, это, условно говоря, не ваша вина. И не вина, скажем. Ну, муза. Да. А то, что происходит, это, там, к примеру, так бывает, это нормально. Ну, допустим. Допустим. Вот. Вот что нужно. Понимаете? Вот что нужно вам делать. Вот как нужно поступать. Вот. Ну, это если, если мы говорим в идеале, если мы говорим непосредственно о работе с вами. Ну, к примеру. Понимаете? Там что, ну, я ведь не знаю. Может быть, вот вы в 13-м году, да, зарегистрировались, вы не брали ни одной платной консультации. Вот, например, этот генеральный работали с психологом. Вот. И, наверное, наверное, у этого есть, ну, какие-то основания. Вот. Ну, и, ну, я надеюсь, что у этого есть какие-то основания. Потому что, помощь-то вам нужна. Потому что, самостоятельно, то вы не справитесь. Именно самостоятельно. И весь момент для тебя заключается только в том, весь момент, понимаете вы это или нет? Сейчас. Если даёте, то хорошо. А если нет, то нужно с этим работать. Вот. Ну, потому что, не будет лучше, лучше. Лучше не будет, к сожалению. А, скорее, будет только хуже. Вот. Ну, следствие того, что, как бы, развод, да, вот если он видит у вас, развод, то он не решит ваших проблем. Развод не решит тех сложностей, которые у вас есть. Ну, и, естественно, что ответ, который я вам сейчас даю, да, он, ну, он не заменит. Он не заменит полноценную консультацию, которую вам необходимо провести. Вот. Надеюсь, вы для себя это учтёте. Так же. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.